Борис Осипенко И в конце курсов Пришла пора сдавать экзамен Приехал экзаменатор И говорит, я у вас приму экзамен Давайте сначала обсудим Как вы оплатите мою работу Что я у вас принимаю экзамен За каждый прием экзамена я беру 1000 гривен Борис Осипенко подумал и говорит А вы сможете это сделать за 500 гривен? Вы сдали экзамен Деньги это такое благословение Божье Которое приходит обычно последним Когда вы уже обычно решили Уже все остальные проблемы Внутри семьи С воспитанием детей Решили, наладили У вас очень хорошее отношение Со внешними, например, начальством С соседями, с родственниками После вот этих обыдельных вещей Уже можно говорить о том Что Бог вам даст благословение Богословения Он относится к последним Поэтому не очень много Об этом благословении Говорят среди верующих Об этом еще в другой раз Но Если мы хотим продвигаться В духовной жизни Давайте сейчас откроем Лука 16, 10, 11 Там есть такой стих Верный в малом Во многом верен А неверный в малом Неверенный во многом Итак, если вы В неправедном богатстве Не были верны Кто поверит вам истинно Вот в этом стихе Есть прямая взаимосвязь Между тем Как вы распоряжаетесь Своими Деньгами Итак Деньги Здесь названо Неправедным богатством Неистинным богатством Богатством этого мира Но как вы им распоряжаетесь Это является условием Доверит ли вам Бог Истинное свое богатство В вашу жизнь Если вы хотите Продвигаться Духовно В божьих благословениях Чтобы он вам давал Свои дары Свои поручения Одно из критерий На которые он обращает внимание Как вы распоряжаетесь В малом В неверном В деньгах В библии Порядка Двух тысяч Трехсот Пятидесяти стихов О богатстве О деньгах Бог не говорит об этом Что-то там скрыто Это одна из основных тем О которой говорил Ешо Я не скажу что самое Может быть есть Какая-то другая Но если взять в вину Еще Разные притчи Которые он говорит Он многих В многих вещах Он касается Денег Одна из самых Тем Которые Ешо Да Смело Затрагивает Начнем об этом Говорить Мы назвали эту тему Денежное покаяние Покаяние в смысле Обращение Знаете Если я скажу Денежное обращение То люди неправильно поймут Обращение В смысле Что мы думаем Так как Мы обычно думаем Мы должны Обратиться На 180 градусов И идти в ту сторону Как Бог Об этом думает Если вы Верующий человек Вам однажды Приходилось Пройти Процесс Покаяния Так вот Все эти Принципы покаяния Надо применить К деньгам С чего это начинается Давайте Во-первых Осознаем Какие Вещи Являются От чего Надо Отвернуться От чего Надо Обратиться И для этого Посмотрим Некоторые Закономерности Которые Присутствуют В этом мире Это не Духовный закон Это духовная Закономерность Просто Обратим На это Внимание И первая Закономерность Назовем Закономерность Смещения Приоритетов Из-за греховности Человека Все важное Нам кажется Второстепенным Все второстепенное Нам кажется Важным Например Что больше всего Человеку Нужно для жизни Воздух Без воздуха Человек способен Прожить Целых Несколько Минут Теперь Сколько воздуха Вокруг вас есть Вы забили Сколько вы за него Платите Бесплатно Смотрим дальше Без чего Еще человеку Нельзя прожить Без воды Человек без воды Может прожить Может прожить Но на третьи сутки В организме Происходят Начинаются Уже Необратимые Процессы Три дня Теперь Вода у вас Есть? Есть Сколько вы за нее Платите? Только Компания Которая Обеспечивает Вас воды Это Очень Дешево Копейки Дальше Без чего Вы тоже Не можете Прожить Без еды Основной Продукт Питания Это хлеб Ну Без хлеба Ну Есть люди Постятся Может быть 40 дней Вот считается Ну Максимум Из нормального Хорошо Даже хлеб Является Одним из самых Дешевых продуктов Он способен Утолить голод На хлебе И воде Можно прожить И хлеб Сколько Кстати Вы за него платите? Пойдите в магазин Посмотрите Он субсидированный Вам помогает Приобретать хлеб Итак Сложим все вместе Посмотрите Все что вам Необходимо для жизни И чем сильнее Оно нужнее Для вам Для жизни Его во первых Больше И оно идет Бесплатно И дальше Если какая Чем меньше Эта вещь Вам нужна Для жизни Тем она во первых Становится Дороже И ее Становится Меньше Вот это Такая первая Закономерность И Дальше Среди Материальных Приобретений Нам хочет Мы приобретаем Мы приобретаем Материальное Приобретение Обладает Одним Интересным Свойством Оно Нам приносит Радость Мы его ценим До тех пор Пока не приобретем Вы Часто Благодарите Бога За воздух За воду Ну если В Израиле То это Иногда Случается За хлеб Перед едой Хорошо Когда у вас Уже что-то Есть И оно Происходит Ну как Само собой Так и должно Быть Мы его Начинаем Перестаем Ценить Вы купили Знаете Что Это мы Уже Перейдем К следующему Закону Следующая Закономерность Синельников Ее Назвал Закономерность Подорожание Чувств Он Написал Это так Что Ребенку Нужно Для Того Чтобы Сменить Отчаяние На радость Совсем Немного Конфетку От конфетки Он уже Радуется Но для Того Чтобы Через Пять лет Ему Испытать Такое Же Чувство Радости Ему Уже Нужна Какая Нибудь Игрушка Лего Или Барби И это Становится Дороже Но для Того Чтобы Испытать Такое Же Чувство Радости Еще Через Пять Лет Ему Уже Нужна Ну Скажем Новый Мобильный Телефон Ну Чтобы Радоваться Человек Испытывает Радость Тогда Когда Он Происходит Какое-то Расширение Проще Всего Испытать Эту Радость В материальном Мире Мы Расширились Вот что-то Купили И это Все Понятно В Духовном Духовная Радость Тоже Происходит Расширение В Духовном Но Об Это Другой Раз Дальше Человек Понимает Все В материальном Мире И поэтому Он Становится На Вот Эти Рельсы Коллекционирования Игрушек Мы Участвуем В соревнованиях Кто На Момент Смерти Сколлекционирует Больше Игрушек У кого Больше На Момент Смерти Тот Выиграл Если Вы Находитесь Вы Видите Как Это Работает В вашей Жизни Срочно Сходите С этих Рельсов Вот Это Надо Оставить Для Того Чтобы Выполнить Божье Предназначение Божий План Для Ваших Денег Итак Экклезиаст Пятая Глава Десятый Стих Говорит Так Умножается Имущество Умножается И потребляющее Его И какое Благо Для владеющего Им Разве Только Смотреть Своими Глазами Умножается Имущество Умножаются Потребляющее Давайте Это Мудрецы Сказали Так Нет Человека Который Имел В своей Руке На момент Смерти Половины Того Что ему Хочется Как это Понять Что если У человека Есть 100 Шекелей Сколько Ему Хочется 200 Если У человека Есть 200 Ему Хочется Не 300 Ему Хочется 400 Эта Вот Вот Закономерность В Экклезиасте 5.10 Которая Написана Может быть Назовем ее У человека Есть Хотелка Которая Хочется И вот Эта Хотелка Она Растет В два Раза Быстрее Чем Наша Способность Зарабатывать Деньги Итак Вы Видите Вот Эти Закономерности Так Вот Для Того Чтобы Стать Богатым В Библейском Понимании Этого Слова Нужно Стать Исключением Из Этих Правил Давайте Я вам Скажу Такой Пример Библейский Однажды Яков Возвращается Из Долгого Странствия Возвращается В землю Обитованную Встречается С Исавом Он Накануне Он ему Послал Несколько Стад Одно Стадо За другим В подарок И когда Они встретились Исав Спрашивает Зачем Ты мне Послал Эти подарки У меня Есть Много Теперь Яков Его Убедил И он Таки Взял Эти подарки Что же Сказал Яков Какая Антитеза Слову Много Исав Говорит У меня Есть Много Что Сказал Яков Яков Сказал Знаешь Что Исав У меня Есть Все Одно Утверждение У меня Есть Много И Яков Говорит У меня Есть Все И этим Он Убедил Исав У которого Есть Много Таки Взять Эти подарки Значит Я Этот стих Не понимаю Я Не понимаю Как Иаков Мог Сказать Что У него Есть Все Но Я Хочу Это Понять Я Стараюсь Это Понять И от Того Что Я Стараюсь Это Понять Вот Некоторые Поиски Я Хочу С вами Поделиться И Давайте Искать Вместе Давайте Искать Вместе Что Значит Все Поверьте По Моему Остановки Или Финиша В этом Процессе Не Будет Начнем Изучать Божий План Относительно Финансов Семейных Финансов Финансы Начинаются С Отчетности Вы Ведете Семейный Бюджет Хорошо Я Веду Семейный Бюджет По Статистике Только 20% Населения Этот Бюджет Ведут Давайте Подумаем Кто Такие 80% Как Вы Думаете Богатые Люди Ведут Бюджет Или Нет Скорее Всего Ведут У них Там Есть Чего Писать Но Как Вы Думаете Они Стали Богатыми И Потом Стали Вести Бюджет Или Наоборот Может Сначала Все Таки Вести Бюджет И Потом Станешь Богатым Или Как Это Давайте Вспомним Что У нас Было Сначала Главное Должно Стать Главным Второстепенное Должно Стать Второстепенным Итак Первичное Это Вести Бюджет Вторичное Может Быть Мы Достоимся Благодати От Бога Получить Богатство Быть Верными В Нашим В Наших Семейных Финансов Еще Ну что Да Есть люди Которые Не ведут Бюджет Но Бездействие Это тоже Действие Которое Со стопроцентной Вероятностью Приводит К стопроцентной Неудаче Есть люди Говорят Да Вот Последнее Время Вот Землетрясение Вот Катастрофы Зачем Я буду Вести Финансы Их И так Смотрите Если Не считать Знаете Есть хорошее Слово Несчета Слово Несчета Происходит От слова Несчитать Давайте Будем Верными В малом Распоряжаться И начнем С того Что Будем Записывать Свои Расходы Знаете Одно Только Обязательство Что я буду Записывать Свои Расходы Это Может Снизить Расходы На 30% Да Ну Подумайте Грубый Пример Вы Написали Статьи Расхода Которые Вы Предполагаете Сделать В начале Месяца Да Вы Получаете Зарплату И Целую Одну Минуту Думаете Что Эти Ваши Деньги И Думаете Как Их Распределить И Когда Хоп Хоп Как Это Происходит Да Надо Записать Курение Куда Записать Это Еда Это Отдых Да Видите От курения От алкоголя Вот Само Обязательство Записывать Оно Уже Начинает Избавлять Вы Если Вы Ведете Эти Списки Пишите Эти Циферки Собираете Квитанции То Вы В цифрах Увидите Куда Уходят Ваши Деньги Куда Уходят Ваши Деньги Те Которые Вы Не Хотели Потратить Вы Увидите Ваши Слабости Я Вернусь Помните Мы Вначале Говорили Что Благословение Богатства Дается После Того Как Вы Наладили Свои Отношения Да Скажем Во-первых С женой Если Жена Да Трудность Да Надо Готовиться Надо С ней Налаживать Отношения Чтобы Она Не Разбазаривала Деньги Вы Увидите Это В цифрах Вы Увидите В цифрах Вашей Недостатки Которую Вы Знаете Другое Дело Что Люди Не Хотят Исправлять Свои Недостатки Да Конечно Тогда Введение Бюджета К результатам Не Приведет Введение Бюджета Это Только Инструмент Это Не Средство Средство Это Покаяние Увидел Что Неправильно Оставил Это И Делаешь Как-то По-другому Так Как Этого Хочет Бог Ищешь Как Он Хочет Это Делать Большое Спасибо Что Вы Были С Нами Начинайте Вести Семейный Бюджет И Дальше Мы С Вами Поговорим На Всего Доброго Дальше 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 Субтитры подогнал «Симон»